Такая статья, которая должна работать. Она не работает. Девушка, представьте себя на месте Александры, что бы вы делали, и была ли у вас жизнь такая ситуация. У меня, к счастью, не было такой ситуации, но я думаю, что вот если бы, вот я представляю, если бы, когда я гуляю со своей собакой поздно вечером, если я представляю, что нападут даже не на меня, а на мою собаку, да, то я буду бить до последнего. То есть я бы, хотя это будет, наверное, не самооборона, но я буду защищать, то есть существо, которое от меня зависит, я буду до последнего защищать. Если на друга бы напали, наверное, тоже. Я думаю, что, ну, вот у меня мама была в такой ситуации, когда в электричке стали там скины, ну не скины, футбольные фанаты напали на двух саджиков, и их разнимали женщины. И разнимали женщины, они были в возрасте, у них не было оружия, но я думаю, что если бы было оружие, они, может быть, его тоже применили, потому что стоять в ситуации, когда идет драка, когда идет избиение, когда никто не вмешивается, и полиция ничего не собирается делать, в этой ситуации ты действительно теряешь над собой контроль, и ты сделаешь все, чтобы это прекратить. В общем, ты применишь и оружие, и какие-то подручные средства, и там, я не знаю, куда она целилась, но ведь она вполне вероятно, она и в ногу целилась, а попала в легкое. То есть в этой ситуации, в принципе, можно так не отдавать себе отчеты в том, что ты делаешь, а просто пытаться это остановить. Поэтому я вполне понимаю ее, и я вполне оправдываю ее действие. Как вы думаете, был ли шанс другого развития? Если бы мы жили в нормальном государстве, где полиция у нас ходит, вот я иду в метро, там на каждой платформе по 5-6 полиционеров, вот они ходят туда-сюда. А когда вот такая ситуация, что драка, они причем-то вместо того, чтобы ринуться и разниматься, они там стали вообще непонятно, чем заниматься. То есть если бы полиция нормально работала, возможно, было бы другое развитие события. А так оно у нас такое, какое и есть. В результате того, что у нас полиция работает только на то, чтобы задерживать оппозиционеров на акциях, в сути работает только на то, чтобы сажать оппозиционеров. В этой ситуации только такое развитие и может быть. То, что у нас полиция вот заявляют на докхантеров, которые травят собак, они говорят, мы не будем в этом разбираться, у нас нет опыта, мы не будем там отпускать, задерживать. Заявляются, когда там какие-то происходят драки, тоже отказываются воспускать уголовные дела. То есть в этой ситуации что остается делать? Только самим защищаться. Если бы... Ольга Горелик. Вы знаете Александра? Нет, не знаю. Я про него первый раз. Представьтесь вы. Я, кстати, Минкаус. Я, кстати, муниципальный депутат. Мы видим, у нас отчитываются регулярные участковые в нашем районе. И вы знаете, даже вот Александра... Есть такие случаи, о которых не говорят. У бабушки украдут 2000 рублей торговцы картошкой. Увидят, где она достает деньги, украдут. Даже не примут заявление. И вот этот случай, это вот просто такая, как сказать, реперная точка, свидетельство вот тотальной несправедливости. Даже я скажу, если бы эта девушка была в чем-то, может быть, и виновна, ее следовало бы оправдать, освободить. Ну, потому что у нас уже вот такая вот несправедливость накопилась. Я вот как самый маленький депутат, я с этим сталкиваюсь каждый день. И то, что произошло, даже если мы скажем... Ну, выстрелила, прострелила легкая. Ну, давайте за эти три года. Ну, мне кажется, там неделю исправительных работ. Вот, все, выше крыши. Что у нас в тюрьме? Тюрьмы неким забивать. У нас есть с кем забивать тюрьму. Но эти люди гуляют на свободе, есть от заграничной командировки за государственный счет. Поэтому, вы просто это, вы знаете, вызывает возмущение. Пояснение суда видели? Знаете, я не видел пояснение суда, я видел видеозапись. В общем, для меня это видеозаписи понятно. Это все, все там четко, четко и однозначно. Вот, и это, если это Тверской суд, он весь находится в списке Магнитского. Этим людям запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки за то, что они до смерти замурыжили одного человека. Потом, я не помню, этот ли суд, значит, другую тоже предпринимательницу, женщину больную, мурыжил в следственном изоляторе. В общем, речь идет о Тверском суде, который известен с самой худшей стороны. Это, наверное, у нас, говорят, басманное правосудие, но это вообще худший представитель басманного правосудия, Тверской районный суд. В общем, и не дай бог какому-то гражданину попасть в этот состав суда. Прошу прощения, а у вас есть травматические пистолеты или это было известно за защиту? Нет, ну, видите, я такой крупный, но у меня кулаки есть. Именно на них только и рачки. Ну, да, ну а на что? Ну, не на полицию же рассчитывать, там, не на прокуратуру, не на суд, ну на что? На себя мы рассчитываем, вот, и к счастью пока... Ну, нет, на самом деле у меня была такая личная история, когда на меня еще, на нескольких человек напала в метро Павелецкой группа из 10 тоже таких фанатского вида ребят, там. Ну, меня там не сильно побили, там, у меня была пара ушибов, там, губу разбили, а у одного человека была довольно серьезная черепно-мозговая травма. Ну, и что? Управление внутренних дел по метрополитену московскому нам через 3 месяца закрыло уголовное дело, потому что их там невозможно найти, потому что это тяжело искать все. Все вылечили, все здоровы, уголовное дело закрыто, у нас так полиция работает, понимаете? Здесь нужно было, видите, здесь была видеозапись, все четко видно было, кто напал, что напал. Просто так вот дело, чтобы закрытие, как говорится, все здоровы, все довольны, не получилось. Кого нашли виноватой? Девушку нашли, потому что она с пистолетом была, знаете, там, смотреть на видео, кто нож выхватил, еще что-то, искать истину. Это же у нас не приучены к этому органы, они же у нас, как сказать, не социальную функцию выполняют, а полицейскую. То есть занимаются чем? Неугодных государству людей как-то пытаются прижать, задавить, посадить. А реально социальную функцию выполнять, разбираться вот в таких социальных происшествиях конкретно, это тяжело, не нужно и бесполезно. Вот, они этим не занимаются. То есть в этом деле главную роль сыграл сам пистолет? Андрюш, пойдем. В этом деле сыграл роль, если бы она его мамикам ударила. Суть государства нашего сыграла, понимаете? Ничем она его ударила, а что в нашем государстве вот такое возможно, что девушка, когда защищается, защищает своих близких, понимаете, ее сажают. Вот это возможно только в нашем государстве, но еще там, знаете, есть какие-то, там государства, знаете, там Китай, может какой-то там контент, знаете, там Вьетнан, там все там, Северная Корея. А даже в Белоруссии, в Белоруссии, да, где у нас там диктатура последняя в Европе. И то я вот не уверен, что в Белоруссии, в соседнем государстве такое было бы возможно безобразие. Вот, понимаете, в этом суть заключается. В нашем государстве, которое уже все менять нужно снизу доверху, начать с вот этого Тверского районного суда. Вот тут реально, ребят, не дай бог кто-нибудь туда попадет в этот суд, даже с водительскими правами. Я думаю, что вы идете просто без штанов все. А вы, по-своему, еще раз представьте. Константин Генкаустов, депутат муниципальной районы Зюзина. Спасибо. Спасибо. Я администратор группы поддержки Латковой. О, да, я с вами уже по-руссов. Михаил Булафевский. А что значит администратор группы? Социальная сессия? Ну, ВКонтакте, группа поддержки Александра Латкова. Сколько этих членов пожарилось? Сегодня утром было 12 с половиной тысяч. 12 с половиной тысяч за какой период? Когда создалось? За период, 3 дня буквально, последние. Группа создана была давно, сейчас, с самого начала этого дела. Но там было меньше тысячи. За последние 3 дня чисто увеличилось в разы. Если можно статистику, москвичи, не москвичи, пол, возраст, социальный штраф? Этого я не могу. Как я могу? 12 с я не могу всех, наверное, смотреть. Например? Обращаются в... Ну, москвичи, больше, конечно, москвичи. Девушки, мужчины. Ну, их был упором. Понятно, а почему вам такая пришла идея социальной сетки? Я ее не создавал, я всего лишь просил обмен, чтобы меня добавили в администрацию. Я просто не мог пройти мимо, не помочь девушке, попавшую в беду. Я никогда в никаких акциях претест не участвовал и не собираюсь, в принципе, это вот предделать. Но вот сегодняшний случай просто подряд за доме души. А каким образом вот социальной... Страничкой социальной сети вы сможете поддержать девушку, которая уже находится в учении? Хотя бы, хотя бы, хотя бы морально. Перевести деньги на счет, может быть. Я, как я говоря, ничего никому не призываю, дело добровое. Хорошо, ничего хотите придти? Результат какой-то? Хотим добиться оправдания Александра Варкова. Или хотя бы, хотя бы, смягчение приговора, ну, на условно, как минимум. Вот каким образом может социальной сети? Хотя бы вот так, хотя бы прийти, просто на беде, вытаскивать свою позицию. Хотя бы так. Все, что мы можем, мы сделать, все, что в моих силах. Вы слышали, что адвокаты были поддержаны для того, что сегодняшнего. Как вы будете учить? Слышал, кто и я в той же самой этой группе писал, что я никого не призываю идти сегодня. Такое дело, как каждое. Он написал, что я лично пойду. То есть, мы в группе никого не призываем. А скажите, пожалуйста, у меня такое. Вот она пострадала. С ней были ребята. Почему нет одного ее парня? Откуда же вы здесь? Это никогда. По идее, это долг чести быть здесь. Согласен с вами. Но я лично Александру не знаю, и то я здесь, а их нет. Очень жаль. Подругу осудили на три года, а их нет. Я не понимаю. Стыдно, стыдно. Да не стыдно, а позорно. А позорно. У нас сейчас такие мужчины, почему-то вечно. Нет. Почему все молчат? Почему все молчат? Как уж я знаю. Почему все молчат? Почему люди не приходят на суды? Почему народу не было? Простите у них. Я лично, я просто-напросто не понимаю, почему наши суды работают предвзято. Я вот сколько раз просто-напросто был на судах Никиты Тихонова, к которому предвзято относился судья. И все молчали. Никто не пришел его поддержать. Очень мало народу. Почему русские люди молчат? Для чего мы вообще живем? Для того, чтобы работать на унитаз? Для чего мы живем? Думаю, вряд ли. Мы, русские люди, должны защищать друг друга, помогать друг другу, а не так поступать, как с нами сейчас поступают. А вот кто-то с того, кто ножом там... Ой, тяжело забыли, да? Не говорю. А ноги, почему-то не было. Кого? Да просто пришел. Якова меня застал выхудить. У жалко, девчонки. Якова, да. Я же по-другому работаю, протягиваю. А что вы просто... Хотела просто... Не, 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 не... Спасибо вам.